всем привет и спасибо что снова настроились на мой канал сегодняшний день я решила начать с сидя напротив секции чтобы полностью погрузить вас в атмосферу латвии ведь эта секция появилась в нашей семье когда мама появилась после свадьбы лет 25 назад то есть она еще оказывается даже на 10 лет моложе меня а выглядит кажется старше чем я ну ладно это не важно я вообще не собиралась снимать сегодня влог но у нас сегодня получается такой насыщенный день что просто грех было бы его не снять вначале мы идем в город центр потом покупаем билеты чтобы поехать в ригу но это еще будет только в конце недели потом мы пройдем по нескольким магазинам возможно сядем на автобус чтобы доехать до крыжей это район до гопался который находится больше за городом потом полчаса пройдем через лес чтобы выйти на ферму где развозят лам и аллопак нам порекомендовали пустить это место дальше мы снова сядем на автобус доедем до строп это еще один район до гопался где находится наше знаменитое место отдыха стропское озеро и тоже опять же наш любимый сосновый лес и там мы пойдем в ресторан делать настоящий кавказский шашлык ну а оттуда мы уже снова пойдем в центр города чтобы уже докупить все то что мы не докупили ну вот такой план не знаю что из этого получится в любом случае оставайтесь с нами надеюсь вам понравится это улица рига с главная самая красивая улица до гопался конечно было бы солнце было бы еще красивее да пошли в лес так что она здесь значит заканчивается до гопался и начинается и начинается что нет так далее пустой стороне а в этой стороне уже не дал гопался нам еще 23 минуты идти вот по такой дорожке посмотреть что от машины здесь тоже входит главное чтобы пыли не было много я думаю что сюда много людей ездит ну да такой лес с шишками сюда конечно в основном ездят на машине но мы с мамой как обычно используем ноги по их прямому назначению и каждый день у нас получается ну около 20 тысяч шагов вот вот это отпуск как бы то что мы вдвоем любим практикуем и советуем другим делать ходить и это ничего не стоит веке фотографироваться ну типа спать венок поведут тебя там невеста сидела а я только девочку маленькую видео слать сначала до конца садина фотографа вызывает вот здесь у них раздолье да он дышит таким теплым воздухом на меня вот тут какая-то картинка умеет плеваться вот вот я чему те говорила так мы тоже умеем плеваться какие не глаза большие ну пошли платить ты по справедливости всем чтоб хватило на открытой ладошке можно давать ну вот это так да я покажу дай мне не плеваться сейчас накопит слюну как ну ты опасно животное к тебе близко подходить пошли лучше к тем голове а где твоя корма многофункциональная хватит хватит не ерунда какая-то что тебе дают ну загребай ну это вообще такие страдаческие звуки собери от него а вот тут губы так губы вот тут сразу чувствуется черный козлюк но они просто с жадностью все кушают клювами эти не щелкают все очень хорошо научились просить как он гладкий вот смотри а какой красивый посмотри а вот это ослики это они очень громкие звуки ставят ты тоже идешь лохматый ничего себе какой он волосатый смотри его красивый как кольли он понимаешь не даст никому но так ты это ты не ну вижу вот я это имела ввиду давай ему уже одновременно давай насыпь мне чуть-чуть я ему его буду отвлекать или тех кормить ух ты это страшно к тебе подойти так он уже смотрит ту сторону тих-тих-тих аккуратно не будешь кормить больше но они очень хотят я знаю такой вкусный корм ух ты так здесь какой красивый какой красивый он увидел тебя стаканчик в руках и все а можно видеть когда они слюну накапливают может я просто можно погладить тихо тихо на них хоп-хопа это ничего нету хоп-хоп это колеса рядышком коса посмотри как у него коса видела такая скандиндавская коса и сзади хвост и грифа тоже заплетена коса да да может ее обстичь надо было бы что-нибудь вижу вижу в костале включенная какая-то у него что-нибудь ой припомни мальчик этот малыш уся лег как лег в травку и 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 она знает, что там проволока и Это овцы, но их подстригли. Ну, какие аккуратненькие такие. Они едят. Сейчас, подожди. У козерога не такие рога, но у мифического. Ну, как? Похожие, я думаю, нет? Нет, они кверху вот так вот идут. Буквально кверху, а это не так загибается. Ну, вот как на картинках я видела. Кверху такие прямые рога. Ну, всё, всё, хватит. За они. Верблюд, это тебе не козочка. Смотри, какие большие. Ну, не козочка огромные, можно сказать. Ну, их тут уже перекормили. Посмотри, сколько народа. А какие у них ноги, чтобы по пескам ходить пустынным? Ну, это специально, да. Ты бы забрался на него вон туда? Да. Твёрдая же, наверное, там у него хребет такой проходит. Голова огромная. Голова огромная. Больше, чем у лошади, наверное. А смотри, они там, по сути... Я хочу дотронуться до верблюда. Даже не знаю. Давай, быстрее. Он мягкий такой. Вот верблюжья шерсть. Вот и есть верблюжья. Может быть, ему нравится. Смотри, он мне как будто подмигивает. Убери руку. Господи. Вы слишком большие. Смотри, какой этот хорошенький бэмби. Это маска того тысячи. Это маникад приехал. Не лезь к нему близко. Ай. Ему нравится. Нравится? Ну да, мало кто гладит. Видишь, куда лезет. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Может, достаточно уже? Ну-ка, отойдет от животного. Отойдет от животного. Животное само знает, когда ему отойдет. Молодец, молодец. Караван, корабль... Ой, корабль пустыни. В прошлом влоге мы были на котловане. В этом влоге мы в стропах. Я такой большой в камейке еще не видела. Это лежак, наверное. Знаешь, как бы лежак. Приятно? Да. Очень приятно. Она немного жестковатая. Но присоединяйся ко мне. Сейчас. О-ка. Все, выключается? Да. А где тут нажимать надо? На белый кружок? На белый? Я не нажала. Ладно, пошли. Я же голову держу, а рукой. Видишь, рукой держу голову. Ну то, что тихо так, спокойно и не холодно. Ветра нету. Ну что, мы почти дошли. Это азербайджанский, ты сказала, или армянский? Армянский. Армянский. Ну все. Ресторан армянский. Там, видишь, вывески. Да, нам сюда порекомендовали зайти и съесть шашлык. Да. Сейчас уже прошло 6 часов с момента того, как мы в последний раз ели. И уже очень хочется хоть чего-то съесть. А вот там шашлык, хлоп, рыба, картошка фри, ничего себе. Ну, люля, да, мы уже пробовали. Ну, люля, да, мы уже пробовали. Да. Да. Матурок тут. Ну, я смотрю, уже кресло, как пьет. Ага, да. Пьетчики. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Смотри, какой плов. Просто как пирог. Ну да, тут все необычно, не как дома. Но тут, наверное, нужно компании заказывать. Ну вот обычный плов. Боже. И харчо, смотри, тоже мясо плавает. Ну, возьми супчик. Не-не-не, я не смогу сейчас. Шашлык-микс. И орогарис. Сугарис. Вот я хочу. Это минеральная вода из Азербайджанской республики, вообще-то. Забегая вперед, сразу скажу, что на этот ресторан у нас были очень большие ожидания, и мы просто не могли дождаться, чтобы туда прийти. Но, к сожалению, не оправдал вот он наших надежд, и не вдаваясь в подробности, но туда мы больше, к большому сожалению, не вернемся. Наверное, все-таки настоящую такую кухню нужно пробовать где-то в другом месте. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девятнадцать сорок восемь. Мы ждем трамвай. Ходить уже нет сил никаких абсолютно. Двадцать семь тысяч шагов. Ой-ой-ой, а ты переживала одно из них совсем мало. Я переживала, что мы все мало прошли, но вот. Где они? И скорая, и пожарная. Ай-яй-яй-яй, ну пускай едут, спасут этих там всех. Полиция теперь. Иди красиво, стойка надо. Ну давай, расскажи, куда мы такие нарядные идем. Идем мы в крепость на ярмарку. На ярмарку старых вещей. Вот так как-то. Да, которая закроется когда? Через час, наверное. Через час, через полтора часа. Надо бегом бежать на ярмарку и рассмотреть ретро вещи. Целое лето хранили свои платья. Наконец-то. Чтобы уже наконец-то в конце августа нарядиться. Погода вообще исключительно подходящая под наши платья. Тебя приглашают. Да не пойдем мы туда же. Можно выйти на другую сторону. Осторожно. Мы пришли на ярмарку антиквариата. Старинных каких-то вещей. Может быть даже советских. Мы не ожидали такого размаха. Но все просто было заставлено. Интересно, конечно, посмотреть. Но потом, потому что все примерно одинаково, уже замыливается глаз. Я не хочу ничего критиковать, потому что кажется, что я жалуюсь на все. Но на самом деле такое чувство, что вещи были ну очень сильно переоценены. Учитывая то, что сейчас все можно купить новое и дешевле. Ну и тот факт, что многие люди просто хотели избавиться ну вот от какого-то своего хлама. Ну уж извините, как есть. Просто там были достаточно интересные эти кварные старинные вещи. Ну как старинные. Советские, скажем так. Но также там были еще старые мягкие игрушки. Какие-то плоти, какие-то фены. Ну, пчела у тебя, смотри, летит. Ну ничего, я не боюсь их. Я думала, там будут, знаешь, эти инструменты по хозяйству, которые нужны. Там топоры какие-нибудь. Эти. Там была пара ржавых топоров. Ну было, было. Такое что-то я думала. Антикварные вещи были. И... Прошлый век. Семидесятые годы, шестидесятые. Такое, все пластинки. Посуда. Не знаю. Первых стендах пять смотрела, а потом мне уже красиво. Все одинаковое окажется. Мы снова на улице Ригас. Решили зайти в новый ресторан, который называется Opera. Точнее, мама решила. Да. В места свободные. Давай. Ну хочешь? Давай. Давай. Я знаю, что многие не любят, когда снимают из туалетов, но этот туалет заслуживает внимания. Посмотрите, какой Чёртый Цезарь салат Ещё с такими яйцами-перепелинами Видишь, какие они здесь? Интересно А у меня куриный шашлык Может, мне хоть здесь он понравится Всё, пытаюсь есть Вкусный куриный шашлык Хоть где-нибудь Забегай на чай Кто? На конфете написано Тоже забегай на чай Где такие конфеты взяли? Сбор такой, с крышечкой Ну, с набора Мельхиоровые они Может, они не серебряные, конечно, но мельхиоровые Это официальные ложечки Мельхиоровые Хорошие, они не нагреваются После сытного обеда Полагается прогулка По живописной дамбе реки Долгавы Правильно, мама, говорю? Да На этом не буду больше растягивать видео Спасибо, если вы досмотрели до этого момента Нам с мамой очень приятно Да, мама? Правильно, очень приятно Правильно, правильно Я думаю, что влоги ещё будут Потому что у нас уже имеются планы На какие-то интересные путешествия И опыты, экспириенсы И так далее Ну, я не знаю Я когда начинаю быстро говорить Я вначале говорю, а потом думаю Я думаю, уже заметили все Спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok